ты был со морской области и у нас выходил материал из города сызрань но также ты говорил что посетишь грушинский фестиваль и ты его собственно посетил и вот тут депутат александр хинштейн из государственной думы заявляет что конкурсная комиссия грушинского фестиваля вела запрет некий запрет на патриотические песни по словам хинштейна во время исполнения какой-то композиции часть значит присутствующих демонстративно остались сидеть как можно демонстративно остаться сидеть я не понимаю можно по-моему просто сидеть и вообще значит заявила о том что в нагрушенском фестивале была значит какая-то безумная нехватка патриотизма что-то вот в таком духе вот изъявил не ну хинштейн конечно занимает грамотную позицию говорит что народ во всем виноват да хотя на самом деле что посеешь то и пожнешь и когда власть хинштейн в том числе его партии единая россия проводит антинародную политику политику нацеленную на то чтобы залезть людям как поглубже в карман через налоги через штрафы через поборы через повышение тарифов жкх и стоимости жизни в принципе да рассчитывать что люди будут в ответа любовь какую-то выказывать да какие-то сплочения солидарности объединения там значит показывать демонстрировать но это очень наивно если власть проводит какие-то реформы до нацелена угнетение на обман на по ним были манипуляцию мнением если в результате люди стали жить хуже но естественно это материальное бытие вот это общее общественное бытие да но сформирует про материальное бытие она сформирует общественное сознание до соответствующее и конечно власть сколько угодно может говорить о единении там о том что мы все вместе ура вперед а на деле это вот посмотрите да огромное количество людей там от 50 до 100 тысяч человек я первый раз присутствовал на игрушинском фестивале в самарской области который проводится там регулярно на протяжении очень очень долгого времени и конечно в восторге остался да вот атмосферы которая там царила единственное не повезло с погодой как только приехали в когда мы приехали в пятницу или в субботу мы приехали в субботу мы приехали да и просто жуткий дождь пошел так прям стена дождя и такое значит очень долго интенсивно не естественно все намокли хотя вроде не очень холодно было да но палатки спальные мешки сразу лужи и огромное количество людей превратило все дорожки в грязь и это было такое себе но атмосфера да была конечно замечательная мы запланировали встречи значит и на грушинском фестивале в том числе и за дождя опять же которые в пути пока ехали опоздали приехали так все уже вроде у нас все должно быть должно начинаться и вот я как я сказал да не повезло с погодой все по палаткам все равно пришло очень много людей мы там наснимали несколько роликов и как будет у нас окошечко в нашем контент плане да обязательно покажем разместим но помимо этого у нас была встреча в сызрани на следующий день воскресенье и на огромный респект моим товарищем депутатам которые смогли согласовать именно встречу с депутатами там и региональный парламент и местные советы депутатов и вот собственно избавили нас от претензий страны правоохранительных органов стороны полиции у меня была возможность там выступить но мы собственно эту встречу выложили в интернете нашем youtube канале в социальных сетях и огромный респект тем кто помог собственно распространить эту информацию ролики вот у нас последние полгода абсолютно рекордные какие-то просмотры до огромные просмотры и подписка идет соответствующие это конечно очень вдохновляет и придает уверенности и сил до работать еще более интенсивно потому что значит и делаешь все это не зря значит еще больше людей просвещается высказывает принципиальную позицию что нужно в первую очередь заниматься политикой расставлять приоритеты грамотно потому что те кто политикой не занимаются все это в принципе да будет иметь очень трагичный результат наше молчание приведет к тому что власть будет в руках мерзавца в дальнейшем до в будущем и кроме как угроза целостности россии до ее потенциальному распаду сложно представить еще большую перспективу поэтому респект тем кто присоединяется тем кто распространяет видео тем кто поддерживает а господину хинштейну им подобном но очень удобно конечно вот так вот в юморной такой форме говорить учет у нас патриотизма мало люди виноваты ну собственно политику соответствующую проводите результат получать абсолютно объективные скажите спасибо что общество настолько терпеливо что пока высказывает свое негодование так потому что я уверен под давлением того курса который вы проводите вы будете скучать вы будете вспоминать сладких снах те может быть робкие да те может быть неуверенные да но критические замечания со стороны большинства потому что эта политика безусловно приведет к еще больше дестабилизации в политическом и социальном смысле и еще более радикальному более активному противостоянию со стороны трудового народа а как еще людям будет защитить свои интересы свои права если вы лишили их практически лишили их гражданских законных легальных форм отстаивать свое будущее и